Соединенные Штаты Америки, видимо, так устали от обещаний со стороны киевского режима усилить борьбу с коррупцией, что решили собственноручно провести так называемую чистку в рядах действующих украинских чиновников. По словам источников, администрации президента Петр Порошенко не сможет вывести из-под удара даже людей, которые входят в его ближайшее окружение. Первой жертвой очистки стала глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в НБУ по делу о хищении миллиардов гривен. Деньги выделялись на рефинансирование ряда банков. Стоит отметить, что ранее МВФ согласился выделить Украине новый транш в размере 1 миллиарда долларов в обмен на отставку Гонтаревой. Депутат Ирина Луценко подтвердила уход главы Нацбанка. В прислужбе НБУ данную информацию опровергают. Однако Национальное антикоррупционное бюро Украины может помешать Гонтаревой уйти на заслуженный отдых. Руководительница НБУ предстанет перед судом за массовые правонарушения. Ее проверяют на причастность к растрате средств. Лидер радикальной партии Олег Лешко заявил, что Гонтарева написала заявление об увольнении, потому что, цитата, «она хочет убежать с Титаника, который тонет, я про эту власть». В свою очередь глава Нацбанка рассказала об угрозах физической расправы, об огромном давлении и о постоянных притеснениях. Подобные заявления стали звучать из уст Гонтаревой после задержания в начале марта главы государственной фискальной службы Романа Насирова. Эксперты считают, что сам факт проведения расследования испугал чиновников разных уровней, поскольку они воочию видели, что защиты от руководства страны не будет. Задержания только начинаются. Бывший председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что под суд пойдут Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерия Гонтарева и другие, потому что коррупция именно этих людей была задокументирована СБУ еще в июне 2015 года. Сегодня представители США требуют от Украины создать антикоррупционный суд, который сможет быстро и беспристрастно рассматривать подобные дела.